Калининградская область 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 Только потому, что ей долго не жить. Вот почему. И биологическая нестимость все равно есть, несмотря на предельный урожай, жалко веточки. А как я учу, прииваем только у земли, как можно ниже. У меня есть груши, при этом все равно на второй-третий год цветут. Но это как исключение. А если как правило, то хорошо, когда на третий-четвертый год. Но не позже. Вы видите, когда я подбирал варианты, например, один из них, основание ветки берется на прививку, то есть нижняя часть. И основание подвое, то есть с самого низу у земли. При этом оно все-таки достаточно скороплотное получается. Так? Достаточно. Практически не умирают, в отличие от тех, которые привиты выше. Вот. То, что выше привиты, я называю стриптиз на морозе. А так получается, действительно, что в отличие от этого, они не торопятся. И у каждого дерева должен быть ювенальный, то есть детство. Прививки, не торопятся. И это хорошо. Вот это слово хорошо. Потому что глупость, дикость, предательство по отношению к дереву заставлять его рано плодоносить. Это если калечить. Вот. Теперь дают скелетные привычки на деревья, у которых плоды так себе. Так? То есть речь идет о деревьях, которые не жалко. Тут она, конечно, проявила то, что я говорю. Верхние почки выбрасывайте. Она их проявила. Ладно. С другой стороны, когда им цены нет, когда, если веточка одна или две, тут надо каждую почку чуть ли не в дело пускать. Ну, ругаться не буду. Это письмо такое, что его весной писали о прошлом годе. Теперь. Прививка на лучу. Был один плод, красивый, вкусный. Так, уже черняки грустно прививку есть, ее учить не надо. Смотрите сюда. Вот тут первый плод, впечатляет, который был годом раньше. Стараюсь соблюдать закон сопочтения почек. Но это образно, поймите, это не буквально. Это принцип. За третьей почкой по двое должна следовать четвертая почка привоя. Ничего не поняли. Оставляю островочки дикой культуры с муравейниками. У нас в Калининградской области климат меняется в южную сторону. Это, кстати, хорошо и плохо. Фотография вашего почеренка сделана 13 апреля. На сегодняшний день от свелопости, все кроме я. Мне же прислали письмо. 20 тысяч абрикосов. Сад посадили. То ли Эстония, то ли Латвия. Все 20 тысяч мертвых. Ближайший вебинар постарайтесь рассказать. Если на абрикосах зависть уже сгорожена, не так страшны заморозки, как во время цветения. Ну, в то время я и ответил. Уже не страшны. Или не так страшны. По моему саду пройдешься, кругом привет от вас и Бродского. А все, что привито, абрикосы, яблони, груши, сливы, от вас. Я расскажу. На отводке местной вишни, мама с мелкими. На местную вишню она привила черенки вишни с генами черешни. Есть у меня таких несколько деревьев. Дальше мы с вами проходили. Мы видели цветущую вишню дерева, 100% вишню. И цветущую черешню дерева. Далее она пишет, я потом упрекнул, где фотографии уже плодов. И она пишет, завязались крупные, вкусные, одинаковые. Когда пришла пора вкусить, оказалась одна вкуснейшая вишня, другая еще вкуснее черешня. Я это подтверждаю. Фотографии были весенние. Здравствуйте. В лекции вы рассказали о неудаче к привыкать черешне на вишню степную. И посоветовали соседу постепенно обрезать вишню, чтобы переродить вишню в черешню. У меня есть такой эксперимент. Только я проделал работу с лучей абрикосом. Я сейчас не повторюсь. Когда поделился со мной черенками Боднер, я сказал себе, получил только первый плодик, первый. Но он почему-то не замерз. А у меня же холодильная с кагратосом, чем Боднер. Из черебушек. И я тогда на привал. Сосед у меня купил пять черешин. Из них три, а он новоросский, из них три превратились в вишню уже на следующий год. Потом были другие варианты. Я рассказывал про Чернобаева. Это когда вишня превращалась в черешню, черешня в вишню. Сейчас получилась вишня, но вкуснючая. Все это мы проходили. Я просто хочу сказать, что в вишне бродят гены черешни. Или в черешни бродят гены вишни. А если еще искусственно это создал, так, получилось непредсказуемое потомство. И в косточках тоже. То есть я высылал черенки честно. Вишневые. Но гены черешни были внедрены. Это не насыщение ментора по железу, это насыщение ментора по Мичурину. То есть продолжения не было. Черенки черешни погибли. Вишневые увеличились в размерах. И в конце концов мне вот таких примеров надо побольше. Вишня черешни это интереснейшая тема. Почему? В результате мы получаем, как она, или черешню. Возможно она была помельче, я же не вижу. Она умудрилась, как она пишет, потом где-то ниже, что так вкусно было, что разъели, потом вспомнили про фотоаппарат. Но черешня настоящая, я вам подтверждаю. Фотографии весенние. Но таких примеров пока мало. Но это факт, это явно. У меня таких примеров уже несколько. Я их включал в свою отдельную, они у меня есть в архиве, все эти примеры. Короче, получилось так. Взяла и на лучу привела. А луча вы же знаете в Мичи, абрикоса. Вы знаете, что она дальний родственник, скажем так. Она все-таки уступает в размерах. Но я надеюсь, что ее успех, то есть если я рассказывал, как прививать абрикос на сливу, чтобы получить максимальный эффект и максимально продвижить жизнь. Не как там, допустим, в 40-50 лет, но хотя бы 20 лет обеспечено. Теперь, когда она придела одну прививку, я уж короче, потом вторую прививку, и начала отрезать ствол, а лучи постепенно, 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 прищипывая кончики галитарных веток. Это не по железному. Но не буду придираться, потому что главный результат. Итак, на фото остатки урожая. Сейчас поймете. Вот это вот. Вот плоды. Возь 90-100 грамм. Смотрите. Это остатки урожая. Абрикос, абрикос, абрикос. То есть, ну, то, что я вижу на вскидку, если приглядеться, тут еще. Она говорит, остатки. Крупный план, глядите. Я чуть с ума не сошел. Это не вегетативная гибридизация? Если это ближе всех, я уж и так, и так. Вот. И так, и этак. Если это Серафим мой. А она-да не написала, какой соль. Для меня это загадка, но я люблю загадки. Каких Серафим? Это 30-40 грамм. А здесь 90. Маньчжурец. Самый крупный у меня. Вот. Я уже, и так, берем по крупности дальше. Бай. Бывало 70-80 грамм. Но у него краска бледнее. Так. Кто остается? Ну, то, что это не академик. Вы и так согласны. Видели выше. Остается Королевский. Хух. Похож и не похож. А то, что не похож, это так здорово. Это дело в том, что прививка на алычу. Какого цвета была алыча? А почему у меня черные абрикосы пожелтели? А потому, что они привиты на маньчжурца. Представляете, что получается? Витативная геморизация существует. Но тут дело в том, что я говорю и вам, и всем. Я хочу, чтобы как больше людей занялись этими сказками. Потому, что я специально по левскому сказкам. Присылает видео Марина Кудина. А там написано. Как вы относитесь к витативной геморизации железы? Ответ. Научное сообщество не поддерживает. Точка. А это кто? Она что? Нарисовала, что ли? Я вам покажу еще нарисованное. А? Людмила. Красивее нарисованных. Так вот. 90% что это черенки Королевского. В советское время я бы представил, что Королевский абрикос является Россузским. То есть родина Франции. А вы там рядом. Вам и алыча подошла. Если вы все по железу делали. То есть прививали, ну как сказать. С вами разбирали. На кончиках веток. В прививке. Бессмысленные. А здесь получается так. Значит. Уже мы видим, что изменения. А дальше я... Два этих вывода. Первая галочка. Значит. Это еще не все. Я железо утверждаю. Вегетативные гибриды есть. Есть. Второе утверждаю. Они не повторяются. Быть обладательницей единственного в мире вегетативных гибридов. У меня их каждое дерево уже вегетативных гибридов. У меня все фаины расползлись в разные стороны. У меня королевские... Эти... Академики округлились. У меня вишни превратились в черешни. У меня черешни превратились в вишни. Вот. Ну, как доказать людям, что за этим будущее? Почему? Семенное размножение – это замечательно. Вот. Но сколько бы не выращивали два семенных и не скрещивали их, так? Получится моростойкость от одного крупность другого. Но принцип один и тот же. Чем севернее, тем мельче. Тем менее вкуснее. Чем севернее, тем, может быть, больше вырожай, но плоды будут мельче. Чем севернее, тем больше потерь. А значит, если деревья получились разные, естественно, перекрестное пыление. Вот вспомните, вы найдите своего близнеца где-нибудь из миллионов, замучитесь искать. Так и деревья. Они вам только кажутся одинаковые. На самом-то деле они такие же индивидуалисты. И вот получается, они... Мы не можем измерить моростойкость. А мы, севернее, мерим просто, знаете как? Получили семена. Посадили 10 штук. Страшный мороз. 9 замерзли. А 10 остался. И другого, он такой плохенький. К какому вводу приходит наука или там, допустим? Может, не вся наука, но многие садоводы приходят. Вот семенное размножение, оно портит сорта, одичает. Да просто выживает самое надежное. А какой самый надежный? Самый моростойкий, тире, зато самый неприхотливый. А крупность, культурность, это свойство более южных растений. А мы еще, если мы как делаем? Мы же не просто с вами берем и опыляем. Делается сознательно, с помощью специальных презервативчиков. То есть этих самых марлевых мешков. Так. Но цель-то такая, чтобы южным передать... Нет, южным передать морозостойкость, северным передать вкус. А потом прошел мороз, и здесь осталась одна. Самых хреново. Это волосы и вишни, которые неведомым путем, или птицами, или... Люди наплевали косточки. Возле озера там отдыхают обычно. Бывший карьер. И вот там сейчас уже вовсю плодоносят, я все поперепробовал, я же железом, эти волосы и вишни. Они все невкусные. Все, все, все. Наверное, там вкусик было, может, десятка раз больше. Но выжили и плодоносят. А там же за городом же всегда 40 и минус. И больше, и минус 40. Но они-то самые невкусные. Вы захотите размножить и стать единственным обладателем уже, назовем это, формой. Вот. Ну, как бы еще назвать-то? А, вегеративный клон. Ладно, пускай. Что дальше из этого следует? Вы берете и приводите снова на лучу. У вас есть шанс. Уже надо развивать линию алычи. Использовать те самые конкретные установки железного, чтобы максимально продлить рот. А с каждым поколением он будет прививок. Каждое поколение прививок. Второе, на третье, третье, на четвертое. Вот. Они будут долговечнее. У них будут сращиваться эти самые кроны. То есть так. Алыча будет алычой. А абрикос будет немножечко уменьшаться его рост. Ну и пускай. Это не такая уж плохая, как бы назвать, не такая уж плохая жертва. Если абрикосовое дерево станет менее рослым. Это не самая главная беда. Вот. Некоторые, если вырастить несколько поколений, алычи специально. Как выращивание подвоев. Вы, кстати, у любого питомника. Вы спросите, на чего они прививаются. Так не добились ни от одного. Ну правильно, плоды-то нарисованы. Плоды или нарисованы, или украдены. То есть загибайте пальцы. Я говорю не только для вас. Когда-то кто-то должен вырастить подвои, именно подвои алычи. И все они должны, вот у вас, вы сказали, плохие, там выше написано. Много плодов, они плохие. Это бесценные плоды теперь, все. Но после того, вы ее теперь уничтожили фактически, да? Согласны? Вы же полностью перешли на абрикос. А кто знал, что такой эффект будет? И вы не знали. И я даже не сказал, не режьте все. Я когда говорил, режьте эти, чтобы дать простор этим самым абрикосам. Я говорил, отрезайте алычу. Теперь алыча никуда не делается. Она выбросит новые ветки, с этих веток плоды. Введете новую линию алычи. Можете и черенком, но лучше скосочек. Почему? Алыча подвой, луч из скосочек. И через несколько поколений подвоев и привоев, вот, ваш весь край будет покрыт вот этим вот самым. Что дерево 8 метров шире, ну, вверх расти не хочет. Да вы же догадались, что к абрикосам перешли качество, вегетативное качество, перешли алычи. Согласны? Алыча пошла вширь. Абрикосам передались ее качества. А вы сказали, помните, как там вышло написано, вот это прищипывание, оно играет вот в Сибири, оно смертельно. Только об этом никто не знает, почему. Потому что век короткий, ой, там долго рассказывать, что прищипнешь тут, проснется тут. А тут мороз. У вас климат мягче. Прищипывание для вас такого роли не играет. Хотя вы волшебница, вот, то, что я рассказывал, у вас сейчас так. Если вот эта косточка, да, вот, ей цена примерно 1000 долларов. Почему? Потому что ничего подобного. Я, жильза, который получил 1000 писем, который знаком со всем любительским садоводством, подчеркиваю, никогда не учил эти промышленные сады выращивать. Только вот такие чудеса. Вот эти косточки отсюда, это 1000 долларов. Черенок, 1000 долларов. Запомнили? Вот. И тот, кто вот эту самую, вот эту линию продолжит и покроет весь, именно алыча, там, где много снега, там, где сыра, в качестве подвое, а вы сделали страшно важный шаг. Начинали железо, и у вас все получилось. Вы сможем обладать или уникальных вещей. Другое дело, что тот, кто дальше пойдет и покроет все, это не шутки. Это не захотел, не захотел. Это 90-100 грамм. Это главный праздник сегодня у меня. Самый главный праздник. Вот трое прислали фотографии, и Фаина из косточки, это чудо из чудес. Потому что этого не может быть никогда. А Фаина... Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...